Выдыхай. Только одна чайка. Ой, Господи. Слышите трение? Трение, шоу-шоу-шоу-шоу. Значит, тепло передается в тело. И еще раз выдыхай. Ай, Боже. Еще вдывай вокруг. Удыхай. Расслабляем ягодицы. Прием называется пекель-месить тесто для пирога. Сейчас, да, хорошо. Необычно, как-то это было. Ну, первый раз просто страшно еще. Вот, массаж обязательно предшествует мануальной правке, которая дальше у нас будет по видео. А если он убегает, то догоним и еще причиним пользу. Только не поможем окончательно. Отдвигаем таз назад. Ой, я уже сама легла. Здорово, дорогие друзья. Вот мы продолжаем наши ежедневные сеансы оздоровления, омоложения, восстановления. В данном случае к нам обратилась девушка Лена. После двух беременностей, две, да, у тебя? Угу. Две очаровательных дочки родились, начала болеть спина. Жаловаться на поясницу, между лопаток, шея, да? Угу. Что-то еще можешь отзвучить. У нас поясница со мной. Ну, мы уже проверяли, тестировали, да. Сейчас уже сериал процесс, она сидит. Вот, а, больно, да, справа? Угу. Справа вот прям видно, как на самом деле там мышца, вот до сюда. Здесь вот. Ай, то что и там, и там. Да, вот тут где был лопатки. Угу. Тоже есть, да? Мышцы поднимающие лопатку болит. Так вот, большая ягодичная проверим. Нет, вот? Угу. Средняя ягодичная. Ай, тут что-то и там, и там. Да, и малая ягодичная. Ну, я чувствую, что слева больнее вот здесь. Да. Так, грушевидную мышцу, которая может передавливаться. Дальше мерф проверили. Нету, да? Нет. Вот, потому что это может отдавать в ногу. Ой, справа. Справа. Вот тут. Нет. Нету, нету. Так, и дальше идти здесь. Нет. Ну, более-менее нормально. Нету, да. Было бы больно, панированно бы скрипнула, поэтому сейчас пока все нормально. Ноги, говорят, мерзли, поэтому мы их немножко вот так вот прикрыли. И вот уже видно, процесс идет, чтобы появилась гиперемия. Это, так я поздравляю, обычно со здоровым румянцем на пол спины. Это значит, что только кожа отличная, трофика ткани в норме. Как ты, Пима? Угу. Я уже предупреждал, что придется на следующий день потерпеть такую новичную боль в мышцах. Это как крепатура называется, как у спортсменов после тренировки. Согласна, да? Терпеть. Только я тебе предупреждал, завтра мне не ругать сильно. Это будет нос чесаться и... икать буду. Ничего. Так, здесь нормально сейчас? Ну, слева-то... Правый. Ой, больно было. Да, да, да. Это вот прислоутое место называется ППС. Да, отдыхай, отдыхай. Да, и сочинение у нас идет через боль в данном случае, поэтому придется кое-где и потерпеть. Так, тут нормально. Ой-ой. Нормально, да? Больно было. Вот, точка аккупунктурная. Это все аккупунктурные точки выхода нервов. Мы их прижимаем, они стимулируют всю область малого таза, все органы, которые там находятся. Это запускают их как часы, в общем, в итоге, как профилактика. Очень хороший идет процесс. Прием такой вот интересный, разработанный. пророком нашим Олегом Лодвином, куриная лапка называется, когда вот все пальцы расходятся в разные стороны. И мы как бы отодвигаем мышцы от крестца и от подвздошной кости. При этом массируем большими пальцами ППС. вот этот участок посидит подвздошную связку. Расслабляем ягодицы. Прием называется пекель-месит тесто для пирога. Вот уже здоровое покраснение пошло. И пробираемся глубже в мышцы. Сейчас идем поперек мышц. Терпимо, да, пока? Да. Вот мышцы идут отверстия кости. Так, если руку положить, то как раз получается вот так, по пальцам, да. Это грушевидная мышца растет, это большая ягодичная, средняя ягодичная, малая ягодичная. Ну, как раз мы поперек них проходим кулаком. Терпи, поступи, детка. Потом поймешь, что не зря терпела. Все пойдет на пользу. Крестец, вот у женщины обычно самая крепкая кость. По нему даже нужно пяткой бить. Ничего не будет. И обязательно в этом специальном мануальном массаже мы включаем декомпрессию. Вытягиваем все косточки, суставчики, позвонки. Вот, приснится, нажав, вот, да? У меня декомпрессируем сейчас. Ты чувствуешь, что тянется, да? Растягивается, вот. Есть у меня, конечно, инверсионный стол, на который можно было бы подвесить человека вверх ногами. Ну, мы не будем это делать, да? массаж, чтобы мышцы были не холодные. Иначе они спазмированные могут еще раз там больше дернуться, больше там, где-то надорваться. Поэтому заранее убираем спазм, забираем, убираем мышечные блоки. и потом нам будет легче работать. Вот, акцент пока терпима. Отлично. Вот, так что в YouTube очень много специалистов. Многие работают на холодную. Сеанс, соответственно, длится достаточно коротко. 10, там, максимум 15 минут. У нас же сеанс подольше, потепи-потепи. Не отдавалось сюда, в сеанс. Нет. Вот, это, кстати, тест того, что нету грыжи у тебя. С чем я тебя и поздравляю. Еще чуть-чуть потерпи. И еще. Вот, так, вот так. Вот, уже кое-что там прохрустит. Да. И мы выдыхаем. И еще раз выдыхаем вместе. Я преподаю эту тему достаточно давно. Уже более 8 лет. Так что подписывайтесь на канал. У меня очень много полезных видео-уроков обучающих. А еще лучше, если вы хотите получать свою квалификацию специалиста, да, то приходите ко мне на обучающие программы. Все телефоны есть в описании. И в профиле канала. Так, и теперь еще раз выдыхаем расслаблено и я прождусь бы сильнее. Так, подожду пока отдыху. Ну, может, чуть-чуть еще. Все. Уж, какой. Прохрустили. Ну, ужас. Видишь, на место же все стало, что можно было. Ну, да. Ну, сейчас же прошло. Вот, оно больше от страха проходит, то сразу же, то есть, человек обычно «Ой, мне так, ой!» И оно все проходит. Тут же встают косточки на место, функциональные блоки уходят, натяжение мышц уходит, все разворачивается, встает на место. Вот, покрутим плечо. Прием называется «Вращение топорика». Видите, похоже на топорик. Чик-чик. Ну, и вот, подкрутим. В эту сторону, в эту сторону. Включать чуть-чуть. Чик. Подправим. Лопатку повращаем. Друзья, ну, а вы нас зря не смотрите. Напишите пока в комментариях, как вы считаете, правильно, когда делают мануальные приемы, кастоправство на холодную, так скажем, да, на не разогретое тело. Или лучше разогреть. Как ваше мнение? Вот видите, лопатка расшелилась. Расслабляю, расслабляю. Сейчас мы ее откроем побольше. Вот, открылась. И будем уже всю трапецию прорабатывать. Трапеция. Тут мышцы идут снизу. А так подвигаем, а тут сверху. Поэтому мы также вот растираем их продольно вдоль этих мышц, локон, и поперечную вдоль них. Поперекных. Так. Трапецию верхнюю обязательно растянем, прожмем. Растянем, прожмем туда-сюда. Вот. И тоже есть акупунктурные точки, триггерные зоны, поэтому потерпите чуть-чуть. Здесь можешь включать. Можешь стонать. Нескажу, что стонно. А больше стонно так. О! А! Кайф! Хорошо! Вот этого давно хотелось. А! Расслабляй, лопатку. Расслабляй. О! Вот мы под лопатку забрались. Чего мне? Можешь так стонать? Тяжело. Тяжело, да? Все, все, все. Скоро я тебе. Отпущу с этой стороны. О! Божечки! Ударные. Ударно-воломые техники называется. Расслаблено, расслаблено. Просто сидит. И мы выдыхаем. И еще раз выдох. Ой, Божечки! И еще раз выдох. Все. Умничка! Выдержала. Давай эту сельную назовем выжившая. Просидела, что пришла в первый раз, поэтому не ожидала, что такие у нас приемные. Меняем руки и голову наоборот. У нас вообще все может менять. Хочешь полк меняем. Как у вас была, не жил. Да-да-да, вот эту руку вверх. Мастер тоже устает. Так. Ну ты ходила раньше на массаже вообще? Ну, когда-то ходила, но это было давно. И более щадяще. Ну там, наверное, поглаживание было, да? Такого не было, да, не бери. Ну там, наверное, эротически у нас аж скорее. Не, ну просто он массаж. Расслабляюще, наверное, больше. Вот, сейчас у нас идет трение, растирание, да? Растирание – это трение, переходящее из кинетической энергии в тепловую энергию. Слышите такое ших-ших-ших? И чем больше это ших-ших-ших, тем больше перерывается тепла. А как? Тепло? Тебе девица. А? Огонь пошел? Да, и чем? Вот, огонь пошел, да. Хорошо. Крестец обязательно. У меня специальное масло с эфирными маслами намешанное. Сам готовлю, сам мешаю. И сам этикетки рисую. Я, значит, дизайнер, вот я сам это все дизайнерю. Пишу методичку сейчас по мануанной терапии. И этикетку для масла тоже взял такую красивую. С надписью «Втирать до наступления оргазма». Сейчас начнутся оргазмические реакции. Так, ну а пока мы перейдем к вибрационным техникам. Вибрация у всех в плоскостях. Это вот в плоскости стола. Расшатываем. Основная наша цель – это рыберно-поперечное сочинение. Они вот тут находятся. Если мышцы раздвинулись, то вот они прям не купираемся. Теперь подбитие их вовнутрь к столу. Змеи к этому трапециевидную мышцу раскачиваем. Раскачиваем. В смысле, паравертебрально вот это вот. И заодно вот здесь все тело ходит ходуно. И цилиндрические координаты, когда марсистые отростки, подбиваем вбок. Стараемся их ротировать в обратную сторону. И за ребра вот подтягиваем. Помогаем всему телу. Тело человека, большой палец, видите, он так глубоко залазит. Раздвигает паравертебральные мышцы от позвоночника, от позвонков. От осиевших отростков, вернее, вот. И, естественно, всегда мы бережем нашего пациента, нашу детку, спрашиваем, интересуемся ли, терпимо так или нет. Терпимо. Заходить глубже или полегче все-таки делать. В щадящем режиме для первого раза. Да? Нет, было терпимо сейчас. Нормально, да? Угу. Техник много, названий у них много. Например, вот эта техника метелка называется. Инь-янь. Вот это горячая сторона, это холодная. Может быть, даже ты почувствуешь. Да еще холодно, да еще холодно. Есть такое? Угу. Есть, да? Да. Прохлад. Да, в ней проклада, да. Техника куриная лапка. Техника открытия ключей шлюзов. Это все авторская методика, секретная. Наталья Гудринова. Если хотите знать подробнее и как это работает, то приходите ко мне на тренинги, я вас научу. Техника открыли шлюз, спустили в воду. Открыли шлюз, спустили в воду. Открыли шлюз, спустили в воду. Ну, все, я сейчас, наверное, озвучить не буду. Вот вам Петер Шатман позвонки. И уходим в наш ППС знаменитый. Сейчас как, болит? Нет. Вот, видишь, легче стало. Вот, который с правой стороны у нее был болезненный. Еще ищем где боль. Нету? Вот, видишь, уже прошло. А ты боялась ударов. Но это еще не все. Мы еще дойдем до реального результата. Чтобы на 100% помочь человеку. Чтобы 100% причинить ему пользу. А если он убегает, то догоним и еще причиним пользу. Пока не поможем окончательно. Точки выхода нервов. По подвздошной кости, где мышцы крепятся отсюда и отсюда. Честно говоря, по вот этой косточке у нас делится организм на две части. Нижняя часть мышечная, да, и верхняя мышечная часть. А здесь как бы вот они стыкуются. Ну, это я для мясников говорю. Если будете тушу разделывать, да, то лучше все разрезать вот по этому костю. По подвздошному костю. Пишите в комментариях, как вам нравится мясо. Кто-то очень много сейчас. Да, да, давай, потерпи. Вот эти вот. Вот котел женщин, вот среднегодичная мышца, она чаще всего воспалена и болит. У 80% женщин, я вам так скажу. У мужчин это все гораздо реже, спокойнее. Все-все-все, я сейчас его отпущу. Так. Продолжаем декомпрессировать. Выдыхай. Так, и чуть-чуть-чуть потерпи. Отдвигаем таз назад. С МРТ предварительным. Да, на самом деле, это людей больше запугивают. Многие тесты мы делаем пальцем, и мы можем просто понять. Даже предугадать размер грыжи. 100% диагнозов не поставим, конечно, да, но предположить можем. Выдыхаем, продолжаем отдыхать вместе. И теперь расслабились полностью. Что-то расшатали. Сейчас техника называется каток. Асфальт-вукладчик. Спокойно. Ой, где тут под хрустель, да? А вы мне видите, она самая улыбается, улыбается. Страшно звуки спускает, но улыбается. Улыбись на камеру, покажи, как нам нравится. Рука сюда. Услабляй, услабляй. И еще раз. Тик-тик. Вот так натянем анабовидную мышцу. С этой стороны зубчатую мышцу. Она расслабляет. Локоть-локоть, чтобы весело. Да, 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 вот висит. Просто все расслаблено. Расслаблено, расслаблено. Есть такое новое веяние в интернете. АСМР. Любители слушают звуки. Я сейчас помолчу, а ты спускай звуки. Такие вкусные, сексуальные. Я тут лопатку еще расслабляю. Хорошо. Вот этого мне хотелось. Ребята, это лучше, чем секс. Да? Не подтверждаешь. Ну, я, конечно, немножко преувеличиваю. Расслабили, расслабили. Все, расслаблено. И выдохнули. Еще раз. И еще. Все. Ну, теперь обе ручки под голову. Займемся нашей пальмой с шейкой. Это не шейка бедра, не шейка матки, а шея человека. Слышите трение? Трение шу-шу-шу-шу-шу-шу. Значит, тепло передается в тело. Тело млеет, краснеет и расслабляется. Становится все легче и спокойнее. Техника называется минора. Минора это иврейский канделябр. Вот мы как бы нарисовали его основание, стержень. Вы посмотрите рисунок на теле, видите? По четыре подсвечника с каждой стороны. А девятый подсвечник. Это вот позвоночник. Мы вот и рисовываем. И зажигаем на нем свечи. Вот тут на суставчиках зажигы свечи. Избавить человек от межреберной неврологии. И дальше прием называется. Бронетранспортер спустился с горочки. И сбуксовал в нызине. Как отбойным молотком мы раздвигаем, вот раскрепощаем вот это наше сочинение. пресловутая L5-S1. А на самом деле она свечи свечи. Вот верхнюю трапецию подробно проработали. Те, кто обучается, у нас, да, те, помните, что сначала у нас согревающие техники, растирание, потом проминание, поперечное, продольное, потом глубокое разминание, если надо, точки можно продавить, да, триггерные. А потом уже только идет вправка. Тогда расслабляйся. Предупреждаю, что чуть-чуть сейчас будет болезненно. Потерпи. Вот по уху, по уху, по аху, по аху. Все. Сбросили красавшую энергетику. И снова входим в тело человека. Уже техника шестереночки. Есть какие бум-бум-бум-бум. Брам-брам-брам-брам. Брам-брам-брам-брам. И начинаем позвонки за череп. Сделать тебе шею длинную лебединой? Ой-ой-ой. Сейчас, сейчас сделаем. А то ноги еще глянем. Идешь отсюда красивая, молодая, стройная, как 20 лет тебе, помнишь? Да, вот в такие точки. Вместо технических мышцами, они больше самые болезненные. Ой-ой-ой, больно. Ой, это тоже с какой. Да, вот что-то напряжена, сейчас расслабляйся, расслабляйся. Ой, больно очень. Вот, так мы играем на неврог женщины, как на рояле. Вот пальчиками по одному ходим. До, ре, ми, фа, сол, ля, си. Извлекаем звуки из женщины. Девушка, издавая звуки, певучие, плавные, птичьи. Переем называется коготь орла. Впивается в череп и выносит его под небеса. Вот, мышцы, которые на затылке, вот они обычно бывают, стягивают весь шлем сухожильный, который на черепе находится. И отсюда возникают головные боли. Кстати, вот от этих точек метеозависимость, хроническая усталость или наоборот бессонница. Тебе что-нибудь такое есть? Да и нет. Нет, да? Так, ну это вот очень хорошо. Сейчас мы тебе череп закроем сначала, а потом откроем. В кости черепа, кстати, тоже шевелится. Кто-то хочет пошевелить в костюме черепа, приходите к кому-нибудь. Слева тут, блин. Да, вот так же вот тягивал голову. Слева тут, блин, что-то. Ну, да, там, где-то. Рисуем, шпалы, 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 шпалы. Рельсы, рельсы. Ехал поезд, запоздал. Вдруг с последнего вагона там просыпался горох. А здесь вот как раз поясницы. И вот тут вот прям ощущается больше всего. Да, болезненно, да? Сейчас мы себе как раз подправим ее. Сейчас уже мы закончим с основной частью разогревающей. Согреемся как следует. Мощная локсевая техника у нас и на растирание, и на растрясание, и на скручивание. Диагональное вытягивание с дипомпрессией. И согревание штуковое. Все, солнышко все отмучилось. Сейчас я вытру тебя салфеточкой, и мы приступим к более интересной части, которая уже готова, да? Морально как готова? А там еще, во мне и все это. Да, сейчас начнется как раз кульминация, так скажем, нашего выступления. Пока все нормально. Так вот, аэцмэрщики сейчас появились такие в интернете, которые любят ушами, да? Слушайте, как шуршат всякие предметы. Вот, вытираю салфеточкой. Руки себе. Таким, вытираю девушку. Вот, и как раз будет хруст, поэтому бандерлоги, подходите ко мне. Вы сейчас хрустели в воду? Да. Тут самое страшное. Ну, а для того, что чего-то не пришло. Немножку потерпи, такая легкая боль от поступивания. Но лучше расслабляйся. Ну, я не могу. Локти отпускаю вниз. Нет, вот так. Состава заставаем. Состава вот так, да. Чтобы еще больше расслабиться. Смотрите, что-то уже постели на себя. Вдох и назад. Таз выворачивай. Таз назад. Ужас. Таз назад. Все, теперь... Да. Господи. Слышала? О, даже крючет-хрутит. И самое... Самое важное, это вот этот наш ППС пресловутый. Слушаем. Ой, подожди. Чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего. Чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего Можете себе немножко плечики расправим. Выдох. Ой, мама. Слушайте. Жду, жду, жду. Приседай. Выдох. Все хрустит. Казалось бы, в нежных местах я уже не должен хрустеть. Ой. Сейчас мы сейчас расправим. Еще раз. Приходи в себя. Все можно надеть. Так, и еще раз. Так вот, распродай. С выдохом. Еще. Ой, мама. Сейчас мы тебе еще шелку подправим. Подожди. Ничего не делай. Мне не помогай. Мои движения не угадывай. Я немножко ее переложу. Я боюсь сейчас. У меня прям это... Страх. Манджер. Да. Я просто переложу. Смотри, ты ничего не гадай. Нет, я боюсь. Все, все. Подожди, подожди. Тебе же надо вот эту вторую позвонку? Я напрягаюсь. Только я когда-то напряженно не буду делать. Ты просто... Я подожду, когда расслабишься. Вот, расслабляйся. Выдыхай. Ну, там все, по-моему, не хрустелло. О, что? Давай, давай, приходи сюда. Боже. Оператор нас тоже так... Хихикает. Хихихи. Можешь в голос, кстати, да? Это... Это он ее привез. Мама. Все? Ну, с этой стороны все, да. Ой, ужас. Я знаю, что это. Давай, 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 по-сюда. Вот это не будет. Так, ползу. Тоже я. Так. Вот, подождите, господи. Девушка у нас оказывается сильнее. Сильного пола. В силу слабости сильного пола к слабому полу. Поняла? Поэтому ты сильная. Нет, ты неправильно лежишь. Набрягаешься. Отпустив эту руку. А хочешь даже у нас туда положиться, чтобы она не мешала? Вот. И думаю, знаешь о чем? Я думаю, что это ужасно. Вот. А пауков ты боишься, кстати? Бо. Бо. Вот. Дорогие друзья, иногда приходится приходить к таким ухищрениям, отекающим маневры делать, да, чтобы успокоить ее подсознание. Ой, у меня все трясет. 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 Трясет нету? Ноги она хотела. Ноги, да. Сейчас мы тебе с ногами поработаем. Не, не, не надо с ними работать. Нет, не надо. Приславляйся. Нет, нет. Нет, не надо. Еще ничего не произошло. Я сейчас не хочу с ней. Нет, не надо. Что у тебя? Можно? Не надо ноги. В смысле не выдерживать? Да, не надо. Нет, я как-то просто на поясницу и на позвоночник. Готова? Не, не готова. Давай так вот сейчас. Не готова совсем. Вообще не готова? Нет. Я боюсь уже. Так, ладно. Так, ладно-ка. Давай тогда просто поясницу тебя расслабим тем, что на скручивание. Поворачивайся. Избушка ко мне спиной, к моему передам, на бочок. Вот этот бочок. Так? Да. Вот это ногу к себе поближе, да? Рукой чуть-чуть я придерживаю. Так, расслаблюсь. Все расслаблено. Что-то, знаешь, какая задача? Как пришла ко мне на стол? Расслабляйся. Как? Как это? Как назад-назад? Откидывай. Просто откидывай. Расслаблено, расслаблено. Вот туда. Голу тоже смотрю назад. Сейчас что-то будет, да? Что-то будет. Вот смотри. Даже мне покажу, где будет. Кажет палец вот так, указательный. Сюда, сюда. Вот, видишь, крестцово-поддошек зашинения. Вот эти вот все. Они сейчас будут раскрепощены. У нас, в принципе, такой. Куда ты смотришь, там уже твое действие. Смотри. Смотри туда, ни о чем не думай. Вы прибери. Все расслаблено, все расслаблено. Лапочки. Расслаблено, расслаблено. Выше, поднимай паленку. Выше, выше, выше. Расслаблено. Так, было? Было. Вот, вот, ради чего ты пришла. А это как раз правая сторона. Ой, у меня все это тело какое-то. Умничка, умничка. Сейчас в дрожжу, да, пошло? Да. Давай, золотка, переворачивайся на другой бочок. Нам надо до конца довести. Причинить максимальную пользу. Да, вот туда-туда закидывай, да. Эту вверху, эту вниз. Вот так удерживайся, удержись. Расслабилась. Представь, что ты лежишь на пляже. Расслабилась. Не, представь, что ты лежишь на пляже. На тёплом песочке. Море вокруг. Ух-х-х-х-х. Вот, мне главное подводить в момент. А вы слышали? Слышали там прям... Там, не знаю, сколько позвонков. Ой, у меня все как будто это, не знаю. Тело какое-то такое. Мягко стало, да? Да, слишком. Мягко подогревает. Я тебе гарантированно, что сегодня сон будет вообще просто великолепен. Но это еще не все. Поворачивайся на спинку. Ножки сюда. Значит, с ногами не хочешь, да, чтобы... Не, ну, не надо. Будем? Тогда просто тебе позвоночек вытянем. Смотрел фильм Хищник? Ага. Первую часть там, помнишь? На понятия не прилетел, он позвонки людям выдергивал вместе с черепом. И вешал сушицы там у себя в логове. Вот сейчас примерно так же мы здесь. Давай, расслабься, и сейчас все будет хорошо. Да, вот он к нам выходил, каждую неделю просил это сделать. Финальный такой аккорд заключительный. Да, понятно. Финальный мазок художника. Это же просто песня, когда весь организм восстанавливается, и я за свою систему начинаю отработать по-другому. Там все идут микронастройки во всех внутренних органах. Представляешь, это же от позвоночника нет окончания, и идут и питаются все внутренние органы. У тебя идет обновление всего организма, понимаешь? И перенастройка, как у компьютера перенастройка. Готова? Расслаблены, надо закрыты. Входим в грёбкую медитацию. Готоварите, конечно, что-то страшное. В общем, все легко и просто. Входим в медитацию. Представь, что ты лежишь на пляже. Теплый песочек. Белый-белый, мягкий песочек. Настолько мелкий, что ты даже им чувствуешь. А сверху солнышко светит двое, закрывай. Ну, что-то будет сейчас страшное. Солнце. Представь, солнце. На небе ни облачко, просто голубое-голубое небо. Ни одной проблемы. Ни одной какой-то плохой мысли. Ничего нет вообще вокруг. И только одна чайка. Ой, Господи. В высоте. Чайка видела? Был, что-то. Чайка увидела? Что было? Ну, здесь, в шее, например, пониже в груду надели. Не знаю, что-то было, что не поняла. Для первого раза это сидящий режим, поэтому перестараться нельзя. Сделали все очень аккуратно и нежно. А, мы что-нибудь во второй пузынок все подправить сейчас еще. Не, уже все подправлено. Нет, нет, чуть-чуть осталось последнее. Расслабляйся, просто расслабляйся, расслабляйся. А сейчас у тебя опять голову как-то? Нет, нет, я только один старый пузынок вот этот. Я уже просто знаю, что будет что-то страшное. А ты знаешь, что чик-чик и порядок, это не страшно, а еще разслабляйся, я жду. Я же жду. Так, еще. Смирь ушатый оттуда. Держаться вообще. Не могу. Смотри на потолок. Он уже был развернут вот сюда, поэтому тебе с правой стороны было больнее. Больно здесь? А тут не больно, да? Вот слева, видишь, не больно? Справа больно. Это он развернут сюда, он выпирает просто. Но надо его взять молотком и... Так, еще, еще расслабляй. Да, поддерживаю ее. Ой, я уже сама текла. Как в этом фильме. Выключение итальянцев России, помните? Розарио Агро, я сейчас тебе ногу сломаю. Не надо я сам. Помните, я обстолк только на ногу. Так, еще, еще расслабляй. Я ничего не смогу сделать, пока ты не расслабишься. Вот, с этой стороны, еще, еще. Это мой палец, там хрустом, мне страшно. Ну, вообще, прям убежи. Ну, еще давай. Это просто раскачивается голова под собственным весом. Молодец. Что ж такое? Не дается. И это нормально. Никогда не ждите, что все может сделать на 100% за один раз. Это я шучу, когда ты этого говорил, да? Главное, чтобы нашему подопечному было комфортно. Чтоб сердце не билось там слишком резко. Лучше не доделать, чем переделать. Согласны? Напишите в комментариях, как вы думаете. Или будем добивать ее колено. Вот. Ну, ты можешь вставать, делиться впечатлениями. Прикрываешься вот так вот. Ты снова разворачиваешься. А мы сейчас снимаем? Ну, попозже давай, не включай. Это попозже она оденется. От этого. Ну, давайте теперь вот выясним у девушки, которая в первый раз пришла на такой сложный, тяжелый, да, сеанс. Да. Я показала, чтобы мне это так скоро сделала. Дорили, хрустела. Ну, вот ты говоришь, долго у себя приходила там, что мурашки были, что после сеанса какой эффект? Ну, какой-то во всем теле, так как, дрожь и прям такая вот слабость. Такое ватное тело, что даже не знаю. Нога на себе. Такая приятная пластичность. Да, какая-то прям слабость, вот я дала пока лежала. Ну, а сейчас? Ну, а сейчас вот все справа получше, да. Так, вот тут ты жалову, сейчас. Так, вот я вот тут и буду с нами будет, да? Ну, вот, вот, да. Сейчас как? Ну, да, попустить вперед, наверное, потому что нужно планировать. Ну, вот я делала вот так, как-то, да, тоже головой вот здесь как-то, боль была, а сейчас ее нет. Сейчас ее нет, да? Ну, вот, за один сеанс сразу изменения. Конечно, мы там чуть-чуть не доделали, а попробуй наконец-то, в пояснице, там, нету, боли. Нет. Ну, да? Ну, хорошо, конечно. Ну, в общем, чувствуешь все лучше, да? Ну, сейчас, да, хорошо так. Необычно, как-то это было. Ну, первый раз просто страшно еще. Самое страшное, когда хрустели. Даже вот не вот это, когда там били или что-то от хруста. Ну, порекомендую нашим зрителям, которые нас смотрят, потому что многие люди боятся действительно, я не понимаю, что это. Не, ну, я тоже первый раз просто, пока, ну, как на обычном массаже, а вот, чтобы так. Не, ну, приятно, после сеанса приятных ощущений. Ну, сейчас нужно вот так на облако положить, донести до кроватки тепленько и положить поспать, да? Нет, так это я как-то выпрямилась, что ли. Ну, как? Ну, ровнее, конечно, санку себе, да, послушайте, сказать, сбоку. Это санка, ну, просто вот, будто шестер мотива. Ну, у кого-то, да, это, ну, это выпрямилась сегодня-то. Так что, не боитесь, приходите к нам. С вами был Али Калав Гудвин и прекрасно Елена, давай, опять. Yes. С вами был Али Калав. Продолжение следует...